К 70-летию Победы мы продолжаем рассказ о городах-героях и городах воинской славы. Сегодня Полярный. В годы войны главная база Северного флота. Сотни потопленных кораблей противника, бои в тяжелейших условиях Заполярье, героическая оборона полуострова Рыбачий. Это про него знаменитые строки «Прощайте, скалистые горы». Враг так и не смог захватить этот важный стратегический плацдарм. Там, где вдали, там были подводные лодки, база торпедных кораблей небольшая была. Эта небольшая бухта, буквально зажатая со всех сторон отвесными скалами, сегодня место стоянки кораблей Кольской флотилии. Город Полярный, ворота в Арктику или, как называют его, Северный Севастополь. Отсюда до Мурманска около 70 километров и уже хорошо видно Баренцево море. Великую Отечественную – это главная база Северного флота. И хотя по количеству только подводных лодок он в три раза уступал Черноморскому, именно флоту отводилась важная роль в обороне заполярных границ. Североморцы пустили на дно почти 200 вражеских боевых кораблей и 400 транспортных судов. Больше миллиона тонн груза не досчитались немецкой дивизией. В начале войны атак на Мурманск и Полярный ждали с моря, но наступление началось на суше. Тогда из моряков Северного флота сформировали отдельную бригаду и несколько батальонов морской пехоты. Больше 10 тысяч человек. Уже в июле 41-го десанты высадились на побережье Губы Западная Лица. Из-за угрозы остаться в окружении противник был вынужден перебросить назад основные силы. Эти операции почти на месяц остановили немецкие войска и позволили подтянуть к линии фронта советские дивизии. Североморцы же поддерживали с моря войска 14-й армии, оборонявшей Кольский полуостров. Моряки высаживались с подводных лодок, с кораблей на немецкой территории и собирали информацию о проходящих судах немецких, конвоях. И это уже сообщалось в штаб флота, куда в то место направлялись авиация, корабли, подводы лодки и торпедировали, топили немецкие корабли. В ряду маляков-разведчиков имя Виктора Леонова выделяют отдельно. Дважды Герой Советского Союза он провел на севере десятки успешных операций. Войну закончил на Тихоокеанском флоте, где вместе с отрядом взял в плен тысячи японских солдат и офицеров. Единственный из ныне живущих бойцов отряда Леонова Павел Колосов вспоминает, как вместе они двое суток лежали в болотах, наблюдая за немецкими кораблями. Это они, 181-й разведотряд, блокировали вражеские пушки на базе в Немахамаре. Мы фактически батарею-то взяли и потом еще дважды отражали десанты. Вызвали Илы, и я в первый раз в жизни вот тогда увидел, что такое реактивные снаряды, которые, значит, вот это самое, сжигают все. Очухался, смотришь, ах, паленым пахнет, паленым пахнет. Вы понимаете, что это такое паленым пахнет? Потому что немцы толпой лезли, им хотелось нас окончать, ну и что ли? Но уничтожить не вышло. Напротив, советские войска получили огромный плацдарм для высадки пехоты и наступления на норвежский Киркенес. На реке Северного флота обороняли и полуостров Рыбачий. Враг так и не смог перейти здесь к государственную границу. Рыбачий точка стратегическая, его прозвали гранитным линкором. Если бы гитлеровцы получили контроль над полуостровом, немецкая артиллерия блокировала бы морские пути в Мурманской полярной, расстреливая советские корабли и транспортное караваноснабжение. Прощайте, столицы и горы, на поле отчизнах далек. Эти знаменитые строчки написал Николай Букин. Поэт служил артиллеристом на полуострове. Музыку чуть позже сочинит другой офицер из полярного, композитор Евгений Жарковский. И песня надолго станет неофициальным гимном Северного флота. А волны и стонут, и плачут, и блещут на борт корабля. Рассоял в далеком тумане рыбачий, родимая наша земля. Сам полярный войну почти не пострадал. Мощная линия ПВО защищала военно-морскую базу от атак с воздуха. На местном стадионе даже в футбол играли с английскими моряками, сопровождавшими полярные конвои. А это единственное разрушенное здание первой городской школы. Быстро восстановят после войны. Здесь училась Людмила Армянинова. Она вспоминает, как отец отправил семью в эвакуацию, а сам ушел на фронт защищать советское Заполярье. Говорила, знаешь, дочка, что больше всего хотелось. Хотелось спать. Почему? Потому что даже вот наши, говорит, солдати, которые лежали на снегу, порой не просыпались. То есть они замерзали. Поэтому командовала толкать, толкать, казвала, по цепочке. И когда они начинают рассказывать и думают, как же вы все это, милые, пережили. Как? Понимаете? Нам, наверное, это трудно понять. В Полярном сегодня бережно хранят память и о подвигах подводного флота. В годы войны в родную гавань не вернулись 23 субмарины. Вместе с экипажем погибли прославленные командиры. Ведяев, Гаджеев. Это в их честь названы поселки Мурманской области. Подводников Северного флота за героизм наградили орденом Красной Звезды и адмирала Ушакова первой степени. И это единственный случай в истории ВМФ, когда соединение кораблей становилось дважды орденоносным. Семеро североморцев стали героями Советского Союза. А всего же это звание в боях за Мурманской Полярной получат 87 человек. Редактор субтитров А.Семкин